В Кызыле из-за ложных телефонных звонков о бомбе было эвакуировано более 2100 человек. По регионам России прокатилась волна ложных сообщений о минированиях. Эвакуации административных, образовательных, лечебных учреждений проводились в Орле, Смоленске, Иванове, Липецке, Владимире, Краснодаре, Ставрополе и других городах, сообщает информационное агентство Регнам. Как доложил руководитель аппарата антитеррористической комиссии Алденол Кулор, в Кызыле 29 января примерно с 16.30 на официальные электронные адреса различных государственных и муниципальных учреждений начали поступать анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах. По его словам, в сообщениях указывались здания гимназия номер 5 города Кызыла, Кызыльского президентского кадетского училища, Дома ребенка, Дома правительства республики. Для проверки поступившей информации были мобилизованы все силы правоохранительных органов и спецслужб республики, в том числе взрывотехники и кинологи. Были проведены проверки всех объектов, на электронные адреса которых поступили анонимные сообщения. Дополнительно проверены все образовательные и лечебные учреждения Кызыла. Из проверяемых зданий, по данным МВД региона, было эвакуировано 2174 человека. Каких-либо взрывных устройств в проверенных объектах не найдено. По имеющимся в правоохранительных органах данным, подобные анонимные письменные сообщения посредством сети интернет и телефонные звонки о минировании зданий начали поступать с середины января 2019 года практически во всех городах России. Продолжение следует...